Поговорим о том происшествии, совершенно таком беспрецедентном. Не было такого более чем 20 лет в Европе. Совершено покушение на премьер-министра одной из европейских стран. Это произошло в Словакии. Была попытка убить премьер-министра Роберта Фитца. В него стреляли четыре раза. Его после этого отправили на операционный стол. Долгое время он находился буквально между жизнью и смертью. И вот сегодня тоже на протяжении всего дня поступают очень противоречивые данные. Одни говорят, что он уже худшее позади. И он уже начал даже общаться. Потом говорят, что нет. И критическое состояние. В общем, все довольно тяжело. Ну, собственно, сегодня о подробностях этого происшествия. О том, как сейчас на это реагируют в самой Словакии. Что там происходит. Нам рассказал Мирек Тодда, журналист словацкой газеты Денник Энн. Ну, конечно, это был очень большой шок. Это никто не ожидал, конечно. И я думаю, все... Независимо от того, если они позитивно взглядывают себя к государству или нет. Я думаю, что все народ очень шокированы. Мы такого не ждали. Прозвучала информация о том, что тот человек, который пытался убить премьер-министра, ему 71 год. И вроде он сказал, что ему не нравятся политические взгляды премьер-министра. А премьер-министр известен тем, что он занимает такую пророссийскую позицию. Он вроде бы критиковал прошлое руководство за то, что она помогает Украине. Насколько вот это сыграло роль? Что об этом говорят? Очень сложно сказать. Поэтому, что этот человек очень странный. У него до сих пор, что мы знаем, там информации разные. Например, фотография, на которой он находится с людьми из организации, которая очень пророссийская. И для этого для меня очень странный человек. Очень сложно сказать, в чем для его мотивов. Вы говорили о этом. Есть такое короткое видео, где он говорит, что да, он согласен с государством, что он против, у нас государство хотят изменить публичное телевидение, очень, чтобы делало такую пропаганду про государственную. И он говорил, что он против этого. Да, это правда. Он говорил, что в этом видео, которое очень странное, поэтому, что оно было сделано в полиции. И мы не знаем, почему это видео было опубликовано, почему это видео... Но это очень странное, как сказать. И для меня с первого момента разные политики из государства, они хотели спросить вину на оппозицию, либеральную оппозицию, которая называется «Прогрессивное Словенское», большая оппозиционная страна. И они говорили, что это вина либеральной оппозиции, это вина на нас, журналистов. Проспрощение, но они говорили, что мы свинья. Это был председатель Словацкой народной партии Андрей Данко, который очень паророссийский. И он с первого момента сказал, что это все вина журналистов, это вина оппозиции. И мы все знаем, что ситуация в стране очень такая поляризована, можно сказать, на 50-50. Есть такие... Половина народа очень взглядает к государству Роберто Фитца, и половина народа его не хочет. Но дело в том, что он выиграл выборы, и у него есть большинство в парламенте, конечно. И, конечно, есть такие шаги в парламенте, которые очень... как сказать, не очень демократические. Есть такая возможность, чтобы они хотели превратить Словакию в подобную страну, как Венгрия. Такие, можно сказать, семи-ауторитические системы. Это Мерик Тодо, журналист словацкой газеты Дэнни Кэн. Сегодня рассказал нам про то, что происходит в стране после покушения на премьер-министра Роберта Фитца. Но действительно, личность этого премьера, она, скажем так, неоднозначная. Это человек, которого называют близким к пророссийской, прокремлевской политике. Когда он шел на выборы, он обещал закончить всю военную помощь для Украины. И обещание свое он выполнил. Словакия больше не помогает Украине. Правда, после того, как он это сделал, народ Словакии в частном порядке собрал 3 миллиона евро на снаряды и патроны для Украины. Так что, в общем, это далеко не тот случай, когда премьер отражает, в общем, мнение народа. И вот именно проявление этого факта мы и наблюдали, когда кто-то из тех, кто не согласен с политикой Фитца, таким вот драматичным, прямо скажем, ну, недопустимым образом попытался с этой политикой разобраться. КОНЕЦ